Каждое утро мы выполняем все дела на автомате. Но что будет, если подойти к утренней рутине более осознанно? Вот 15 советов врачей и психологов, как проводить полезное утро. Встаньте пораньше, потянитесь, разгоните лимфу, выпейте стакан теплой воды, застелите кровать и откройте шторы. Примите контрастный душ, позавтракайте, напишите план дел на день, примите витамины, уделите внимание изучению иностранного языка, поухаживайте за собой, узнайте что-то новое. Конечно же в программе «Утренний эспрессо». Доброе утро! Полезными советами сегодня с вами буду делиться я, Виктория Гапутина. Встречаем новый день вместе! Сегодня в «Утреннем эспрессо». Посетим детский садик в микрорайоне Южный в Бресте, который распахнул свои двери после реконструкции. В рубрике «Красивое утро» поговорим о плюсах и минусах использования крем-маски. Поделимся советами, как утро сделать максимально полезным и продуктивным. Брест! Доброе утро! Просыпаемся! Доброе утро, Прещане и Брест! Всем хорошего дня! Харитоны, добрые ранницы! Доброе утро, Брест! Доброе утро, Прещане! Кобрин, доброе утро! Люблю! Ляховичи, доброе утро! Всем доброго утро! Из Бреста приезжайте к нам! Доброе утро, Брест! Всем отличного настроения! Прещане, просыпаемся! Брест, доброе утро! Желаю всем отличного дня! Доброе утро! Из подробного прогноза погоды Бывают ситуации, в которых может оказаться каждый Это такие ситуации, когда... Но когда... Нет времени объяснять! СтопДиар действует на болезнетворные бактерии, ставшие причиной диареи СтопДиар говорит сам за себя Б DARN В СОБАЛОДИОМОНОЙ УКОРОБИЛИЕМ СТОЛНОЙ УКОРОБИЛИЕМ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Источник у деревни Тартаки Это один из немногих родников области, который хорошо сохранился в естественном состоянии Почти не изменилась и эта краница. Она находится в удивительно красивом месте в деревне Молчать Второе место по количеству родников занимает Каменецкий район Даже зимой не замерзает родник близ деревни Верхи. Грунтовые воды являются одним из источников питания реки Пульва Течет в Пульву и ручеек из незамерзающего родника в деревне Тумин Его кристально чистая вода проходит сквозь толщу голубой глины Сюда люди приезжают не только испить воды, но и окунуться в специально оборудованные купели За исцелением приходят и к свято-михайловскому природному источнику. Он находится за деревней Ставы С водой неразрывно связана жизнь людей на Полесье Источник в известном напенчине историческом местечке Дубоя относится к типу холодных В колодцах сохраняется постоянный уровень – один метр. Не изменяется и температура воды Неизменным остается уровень воды в колодце, поставленном на месте выхода на поверхность другого родника Близ деревни Ковнятин В деревне Пинковичи, где в начале 20 века преподавал Якуб Колос, на месте родника стоит колодец Он называется колодец Якуба Колоса Издавна воду обожествляли как вечно живой родник Сегодня многие источники освящены и названы в честь святых Особое внимание уделяется охране родников Их оборудуют и проверяют качество воды Некоторые особенно ценные объявлены памятниками природы К тому, что создано природой, необходимо относиться с особой бережливостью Новый интерактивный конкурс проводим в программе «Утренний эспрессо» Оригинальный завтрак, а точнее его фото, может принести вам подарок от любимой утренней программы Что нужно сделать? На наш студийный вайбер 821 5555 отправляйте фото вашего завтрака Дополняйте сообщения рецептом, пожеланиям отличного настроения Рассказывайте, что дарит вам дополнительную улыбку утром буднего дня И, собственно, ждите пятницы Ваши фото и комментарии мы покажем в эфире А автору самого интересного варианта каждую пятницу будем дарить подарки Не упустите такой возможности, делитесь идеями со всей Брестской областью Мой полноценный завтрак в балансе белки, жиры и углеводы Отварной говяжий язык, малосольные огурчики, маслинки, рисовая лапша, семена чия Полноценный завтрак – это заряд энергии на весь день Завтракайте так, чтобы не пришлось перекусывать до обеда И обязательно в течение дня выпивайте свою норму воды Спасибо за отличный совет Рисовая лапша, кстати, очень полезный продукт В 100 граммах содержится всего 0,6-0,8 миллиграмм жиров Положительно влияет на уровень холестерина Его особенно важно поддерживать пожилым людям для здоровья сердца и сосудов Продукт очень питателен, так как на 75% состоит из крахмала Химический состав включает в себя витамины В1, В2, В3, В6, В9, витамин Е, железо, марганец, медь, кальций, калий, фосфор, цинк и аминокислоты Так как клетчатки почти нет, организм легко усваивает блюда с лапшой Особенностью продукта является наличие в составе аминокислот, которые способствуют созданию новых клеток организма Так что приятного аппетита всем, кто завтракает в нашей компании И не забывайте делиться полезными советами Наш студийный вайбер 821-55-55 Пускай будет умнее всех Плохо, когда пожар выходит из-под контроля Его чек недействителен Да никто не хочет, чтобы простые люди вроде нас выбивались наверх Может и мне найти себе работу? Наша главная цель проста и понятна Твой отец хочет уйти от нас, чтобы тушить пожары Мелодраму «Дикая жизнь» смотрите в воскресенье 11 сентября в 21.20 на Беларусь-4 Брест Доброе утро тем, кто только что к нам присоединился Напоминаю, в эфире программа «Утренние эспрессо» Мы продолжаем знакомить вас с самой интересной и актуальной информацией из жизни региона В Национальном парке Беловежская пуща пытаются спасти исчезающий вид растения И реализуют проект по пересадке астранции большой Говорится на сайте нацпарка Как рассказали в научном отделе Беловежской пущи Астранция большая практически исчезла из дикой природы Беларуси Это значит, что его можно отнести не только к наиболее редчайшим, но и исчезающим в белорусской флоре Сейчас это растение можно найти только в Беловежской пущи И вот с 2018 года сотрудники нацпарка вместе с ботаническим садом «Наан» в Беларуси Пытаются это растение не просто спасти, а рассадить и в других местах Для этого было выбрано 4 участка, куда пересадили 166 растений астранции Которые вырастили сотрудники ботанического сада из семян, собранных в нацпарке Каждая из них имеет свои особенности, однако в целом число растений стало больше Ученые дальше продолжают свое наблюдение за новыми популяциями, а также операцию по спасению этого исчезающего вида растений Каким же был этот день 6 сентября в истории, расскажет наша следующая рубрика Сегодня 6 сентября и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний В 1936 было учреждено почетное звание Народный артист СССР для лиц, особо отличившихся в деле развития Советского театра, музыки и кино Позже появились народные учителя, художники и архитекторы Первыми его удостоились основатели и ведущие актеры Московского художественного театра В 1946-й в Минске родился Вячеслав Селеменев, историк-архивист, кандидат исторических наук Был директором Национального архива Беларуси Один из авторов книги «Национальный архив Республики Беларусь», лауреат Государственной премии В 1954-й в Минске был открыт Белорусский институт механизации сельского хозяйства Его создание стало задачей государственной важности, так как в послевоенное время сельскохозяйственные предприятия практически не имели специалистов с высшим образованием В 1991-й был образован биологический заказник Споровский Он расположен на территории Березовского, Дрогичинского, Ивановского и Вацевичского районов Представляет собой крупнейший массив низинных болот Полесья, который является уникальным по площади и естественной сохранности 2002-й год Участники Объединительного съезда Белорусского союза молодежи и Белорусского патриотического союза молодежи решили создать единую организацию Ее целью является создание условий для всестороннего развития молодежи, содействия развитию в стране гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня же в нашем эфире положительный пример, когда желание сделать мир вокруг себя красивее вдохновляет окружающих В пригороде Бреста в небольшой деревне Братылова расположился зеленый оазис семьи Сычев Двор и прилегающая территория утопают в зелени вечно зеленых кустарников и деревьев Благоустройством Татьяна Леонидовна занялась давно Модный ландшафтный дизайн впечатляет Все высаживала самостоятельно Хотя к своей работе хозяйка двора достаточно придирчива Ну, журналы смотрела, конечно Но в основном своя интуиция, как бы сказать Как мне нравилось Оно мне не все нравится, далеко не все нравится Но как получается, короче Татьяна Леонидовна уже и сама запуталась в разновидностях всех растений, которые посадила Все выбиралось на глаз, по внешнему виду Некоторые из кустарников оказались достаточно прихотливы в уходе Но хозяйка и с этим справляется И так-то особо их много, они одинаковые, как бы больше Но есть, есть разные Но какие я, не скажу вам Потому что они покупались по внешнему виду Покупались и потом рассаживались Подкармливать каждую весну надо Брызгать от вредителей, болезней надо постоянно И это, поливать иногда Главным украшением и гордостью приусадебного участка является огромная пикта Которая растет тут уже 23 год Татьяна Леонидовна и сама не верила Что маленький саженец превратится в такое роскошное дерево Это наше любимое дерево пихта Выросла Мужу подарили на 40 лет Ему было 40 лет Сейчас уже 63 года Вот считайте, сколько ей лет Вот Я люблю, мне она нравится Самое мое любимое дерево Которое есть Эти туи, как бы они почти в каждом дворе В каждом этом А пихты вот такие вот большие Они не у всех есть Как поделилась Татьяна Леонидовна Вся эта красота на территории двора Делалась для себя, для детей и внуков Но и соседи, и односельчане Всегда с удовольствием приходят к ним в гости А администрация Чернинского сельсовета Ставит этот двор в пример Приходят, посмотрят, полюбуются У нас же деревня тут Это не то, что здесь крутые какие-то люди живут Обычные люди живут Ну, это одно из наших лучших подворий В нашей этой деревне Это другая деревня, наша деревня Братылова И, как видите, это новые застройки У нас уже пошли новые жители И новое благоустройство Какое красивое Все зелененькое у них Сколько видно разновидностей туль здесь посажено Хозяева очень заботливые И стараются поддерживать порядок И показывают пример всей деревни Мы за них очень рады И благодарны, что у нас такие появляются жители Как казалось бы, на этом дворе и так все идеально и красиво Но у хозяйки еще есть задумки, как еще больше преобразить территорию Ну, единственное только, что с цветами Что-нибудь менять А так с туями, куда их уже не пересадишь Это проблематично Двор семьи Сычек в деревне Братылова Подтверждение тому, что не место красит человека А человек место Было бы желание А возможность сделать мир вокруг себя лучше Всегда можно найти Как вы думаете, что объединяет эти предметы? Упаковка стала частью повседневной жизни, потому что делает ее удобнее Хранение продуктов, защита от порчи, транспортировка товаров Вот неполный список того, что дает упаковка На наших глазах предназначение упаковки меняется Сохранность продуктов становится второстепенной задачей Главное – воздействовать на потребителя Привлечь внимание и побудить к покупке товара Часто в борьбе за внимание покупатели размеры упаковки заметно превышают необходимые Из-за упаковки количество мусора увеличилось в сотни раз Теперь она занимает одну треть бытовых отходов Мусор тянется за человеком с древних времен Менялся образ жизни, привычка людей, а вслед за этим менялись и отходы Когда-то мусор состоял из остатков еды Орудий охоты, кожаной одежды оставалось немного И они исчезали в природе Люди научились выращивать пищу Они ели все, что произвели сами А остатки использовали на корм животным, которых содержали для получения молока и мяса Вещи из дерева, глины, металла становились мусором после долгого использования Их чинили, одежду выбрасывали, когда она полностью изнашивалась Угроза мусора для человека наступила в средневековых городах, где нечистоты были повсюду Это привело к распространению болезней Люди принялись за уборку Появились первые мусорщики Промышленная революция в 18 веке запустила самые важные изменения в потреблении ресурсов земли и в мусоре Они продолжаются по сей день Рост производства товаров Рост мирового населения Рост городов и рост мусора В Беларуси в 20 веке строили полигоны отходов, чтобы вывозить мусор из растущих городов Состав бытового мусора, который захоранивали на полигонах, не вызывал опасений Наша жизнь изменилась Мы не тратим время на производство продуктов и вещей Мы их можем купить В упаковке Наука и технологии ввели в массовое использование Синтетические материалы Одноразовые вещи Упаковку Наряду с удобством мы получили новую модель поведения Использовал Выбросил Стремительные перемены произошли за время жизни нескольких поколений Мусора стало больше и он резко изменился Упаковка, одежда, бытовые вещи и синтетических материалов, которые невозможно перерабатывать в новое сырье Одноразовые предметы, вещи невысокого качества, электронный мусор Никогда еще люди не выбрасывали столько мусора В Беларуси уже 160 полигонов Полигоны бытовых отходов заполняются все быстрее и окружат города, захватывая новые территории Земель для полигонов уже сейчас не хватает Полигоны размещают сразу за городом, чтобы экономить на транспортировке отходов Но никто не хочет жить рядом со свалкой Захоронение – самый простой и дешевый способ обращения с отходами Но захоронение современного мусора несет опасность для природы и здоровья Отходы выделяют токсичные органические соединения и тяжелые металлы, которые могут попасть в почву и грунтовые воды Также в воздух выделяется свалочный газ Газ, который образуется из-за разложения отходов, смесь метана и диоксида углерода Парниковый эффект от метана в 25 раз сильнее, чем от углекислого газа На полигонах часто случаются пожары В атмосферу могут выделяться опасные для здоровья вещества Все, что содержится в современном бытовом мусоре Например, диоксины и фураны – особо токсичные устойчивые соединения Закапывая отходы, мы теряем ресурсы А чтобы произвести новые вещи опять, добываем богатство природы, запасы которых с каждым годом становятся меньше Уже найдены три решения проблемы отходов Предотвращать, повторно использовать, перерабатывать Переработка отходов помогает экономить природные ресурсы и уменьшить свалки Собираем раздельные отходы, перерабатываем и используем в производстве новых вещей Переработка – отличное решение? Увы, не всегда Все труднее найти способы переработки современного мусора Что же делать? Бороться с причиной Сделать так, чтобы лишний мусор вообще не образовывался Это под силу каждому из нас Достаточно немного изменить свои привычки Откажитесь от одноразовых вещей Ненужные вещи отдавайте тем, кому они еще понадобятся Находите новое применение старым вещам Ремонтируйте вместо того, чтобы сразу выбросить Помните, лучшие отходы – те, которых нет Это программа «Утренние эспрессо» И мы желаем доброго утра всем, кто встречает его вместе с нами Во время сна в нервной системе преобладают процессы торможения Поэтому по утрам мы иногда немного замедлены Хуже реагируем на раздражители и туго соображаем Чтобы активизировать процессы возбуждения Им нужно дать стимул, а именно – сокращение мышц Проще говоря, короткая тренировка быстро приведет нервную систему в тонус И позволит сократить время перехода в рабочее состояние От нескольких часов до нескольких минут Мы предлагаем сделать это прямо сейчас, не выходя из дома Вместе с нашим фитнес-инструктором Присоединяйтесь Доброе утро! Меня зовут Ольга Я сегодня покажу вам суставные мобилизации Которые позволят вашему телу проснуться Максимально включиться в работу Сделать ваши суставы более подвижными Я показываю несколько упражнений Вы можете повторять то количество кругов, которое вам необходимо Давайте начинать Переходим в положение на четвереньки Ладони ставим под плечи, колени под тазобедренные суставы Ширина ваших тазобедренных суставов – это где-то два ваших кулачка Уведите таз назад Вытянитесь за руками вперед Потянитесь за макушкой вперед Сделайте вдох с выдохом Волной Круглой спиной накатились на ладони И оттолкнули себя такой же круглой спиной и ушли назад Я сделаю еще два раза Выдох Круглая спина, максимально круглая Назад Вдох И еще разок Вдох Выдох И вдох Подвернули стопы в пол И мы присгибаем руки в локтях, как будто под перекладину Проползли Вдох И выдох Оттолкнулись круглую спину, увели назад Еще два раза покажу Вдох Выдох Вдох И выдох Меняем направление движения Сделайте вдох И с выдохом накатились в планку на коленях Присягнули руки в локтях И на вдохе таз назад Я еще два раза показываю Выдох И вдох Выдох И вдох Отлично Меняем положение Вы можете оставаться так же Просто выводим с вами левую ногу в сторону Ваша нога на уровне коленей Руки под плечами стоят Правая рука остается на полу На вдохе потянулись Здесь хорошенечко раскрыли грудной отдел С выдохом Присягнули опорную руку Вашей левой рукой потянулись вдаль Угу Еще два раза вдох И выдох Еще раз вдох Выдох Хорошо, отлично Меняем стороны Выводим правую ногу в сторону Левая рука остается под плечом Вдох Раскрылись Выдох При сгибах опорно потянулись Скрутились Вдох Выдох Выдох Угу И еще раз вдох Потянулись Потянулись Хорошо Раскрылись Выдох Присогнули опорную руку Вы можете делать то количество кругов И то количество повторений Которое вам нужно Чтобы вы почувствовали Что ваш позвоночник стал теплым Подвижным Мягким И желаю всем бодрого и хорошего дня Доброе утро в Рест Всем хорошего дня И доброе утро Дорогой Брест Доброго вам утра Хорошего дня Солнца нам всем Брещане Доброе утро Просыпаемся Доброе утро, Брест Доброе утро Всего самого лучшего Городу Бресту Брещане Всех с добрым утром Желаю всем хорошего и позитивного дня Брест Доброе утро Просыпаемся Кремовая маска для лица дополнительный продукт ухода. По сути, это тот же крем, который мы используем для ежедневного увлажнения и питания, но более концентрированный. Продукт наносится на время и требует удаления его с кожи. Это необходимо для того, чтобы кожа лица не пострадала от переизбытка элементов, которые находятся в составе. Можно использовать в качестве периодического элемента заботы о себе или как разовый бонус. В случаях, когда кожа побывала в экстремальных, трудных условиях, на морозе в ветреный день или под палящими и сушивающими лучами солнца, лицо требует внимания и заботы. Более подробно узнаем из нашей постоянной рубрики «Красивое утро». Здравствуйте! Меня зовут Алина Корнелюк, я косметик пятого разряда, и сегодня мы поговорим о важной теме – кремовые маски. Кремовые маски бывают разных типов, и сейчас я буду готовить нашу модель к нанесению и подробно рассказывать про них. Первым этапом всегда при кремовых масках мы делаем очищение. Очищение происходит с помощью водички и очищающих средств. Мы с вами возьмем гель, он с лактобионовой кислотой, она нам будет увлажнять нашу кожу и очищать хорошо. Следующим этапом обязательно делаем энзимный пилинг. Он нам будет очищать роговевшие чешуйки кожи, разрывая наши связи между ними. При этом все остальные препараты еще глубже проникнут и сделают свой эффект. Наш энзимный пилинг представлен в виде геля. Хорошо втираем, в течение 15 минут разносим, и энзимы работают на коже. Любой энзим, который бы вы не возьмете, или с профессиональной косметики, либо с масс-маркета, будет работать тепло плюс вода. Так раскрываются энзимы и оказывают свое активное воздействие. Сейчас я оставлю немного энзимный пилинг и расскажу вам подробно про кремовые маски. Кремовые маски в своем составе имеют основу какую-то и активные ингредиенты, активные компоненты. На что влияют наши активные компоненты? Что они могут делать? Маски от этого могут быть увлажняющие, адсорбирующие, регенерирующие, противовоспалительные. То есть достаточно много оказывать воздействия на нашу кожу. И действительно, кремовая маска – это мастхэв. Ее можно использовать как и дома, так и мы активно используем в своей работе в кабинете косметологов. Сейчас я начинаю смывать наш энзимный пилинг и мы обязательно с вами будем использовать тоник или лосьон, в зависимости от типа кожи. Для чего он используется? Для того, чтобы нормализовать PH нашей кожи и убрать соль жесткости. Сегодня мы используем маску Acne Out. Она будет оказывать противовоспалительное действие, адсорбирующие, то есть забирать с себя наше кожное сало, а также будет выравнивать тон лица. Почему я выбрала именно эту маску кремовую? Так как у нас есть немного высыпания, сейчас все-таки уже жарко и хочется немножко забрать кожное сало на себя, чтобы это поработала наша маска. Итак, начинаем наносить. Нашу кремовую маску мы можем наносить либо кистью, либо руками. С точки зрения эстетики сегодня мы, конечно, будем наносить кистью в домашних условиях. И сейчас достаточно часто в профессиональных кабинетах мы используем нанесение руками. Итак, начинаем с вами от центра и выводим к периферии. Достаточно плотно стараемся нанести. Эту маску мы не наносим близко к глазам. В зависимости от производителя, уже тоже будете читать в инструкции, можно маски и ближе наносить, но эту именно мы не наносим. Не забывайте про подбородок. Сейчас мы будем выдерживать время экспозиции. Здесь мы ее выдерживаем 10-15 минут. Также время экспозиции, в зависимости от производителя, может быть увеличено или уменьшено. Кремовая маска у нас выполняется 1-2 раза в неделю, в зависимости уже от эффекта, который мы хотим. Итак, время экспозиции нашей маски вышло. И сейчас будет интересный момент. Обратите внимание, как она подсохла, интересно. Улыбнитесь, модель наша. Да, то есть видите, как прям тянет всю кожу. И сейчас для того, чтобы комфортно было смывать эту маску, мы немножко ее сэмульгируем. Берем водичку на ручки и добавляем в нашу маску. Видите, она опять превращается в такую консистенцию, удобную, комфортную для смывания. Также можно приложить салфеточки мокрые. Обязательно это делайте, то есть если вы используете глиняные маски, для того, чтобы комфортно было для кожи не тянуть ее. Сэмульгировали, либо приложили влажные салфеточки и тогда уже смываем. После того, как я смыла маску, сейчас я буду обязательно использовать тоник и завершающие крема. Крем я также возьму для жирной комбинированной кожи, для того, чтобы поддержать эффект нашей кремовой маски. Кремовая маска – это та процедура, после которой вы получите сразу красивую и сияющую кожу. С вами была Алина Корнелюк. Берегите себя красивой и здоровой вам кожи. Доброе утро! Спасибо, что присоединились. Я напоминаю, в эфире программа «Утренний эспрессо», а мы продолжаем. Около 400 человек вышли на старт четвертого Брестского полумарафона. Около сотни человек заявились на дистанцию 5 километров. Более 130 решили бежать 10,5 километров. Самые выносливые – свыше 160 любителей спорта. Выбрали для себя 21 километр. К слову, в программе полумарафона есть еще и детские забеги. Ребятам предложили пробежать в 500 метров. Каждый участник получит эксклюзивную медаль, где изображена пешеходная улица Советская. Причем каждый год дизайн наград изменяется. Стартовый городок разместился у парковки возле главного входа в Брестскую крепость. Для полумарафона задействовали несколько прилегающих улиц. Причем практически треть дистанции приходит по набережной реки Муховец. На маршроте были организованы точки питания, питьевые пункты. Участников сопровождали медики. Вместе с брещанами в скорости и выносливости конкурировали гости из других регионов страны. Также к соревнованиям присоединились участники юношеской сборной России по триатлону. Погода способствовала проведению спортивного праздника. А вот какой она будет сегодня, узнаем далее. СтопДиар действует на болезнетворные бактерии, ставшие причиной диареи. СтопДиар говорит сам за себя. Субтитры создавал DimaTorzok Почему зарплата в конверте себе дороже? И как быть, если работодатель настаивает на серой или черной схеме? Об этом мы не только поговорим с представителями экономического суда и налоговой инспекции в прямом эфире Prime Time. 6 сентября в 19.35 на Беларусь-4 Брест. Не пропустите! Получить правовую консультацию, не выходя из дома, теперь можно благодаря программе «Утреннее эспрессо». Свой вопрос формулируйте и отправляйте на наш студийный вайбер 821-5555. Каждый вторник и четверг на вопросы зрителей в эфире будут отвечать эксперты нашей рубрики «Правовая консультация». Найти выход из сложной житейской ситуации помогут компетентные специалисты, которые ответят на вопросы и предложат правовой алгоритм решения проблемы. Я живу в Бресте. Будучи на отдыхе с супругом, в другой стране родила ребенка. Могу ли я зарегистрировать его в Беларуси и какие документы для этого нужны? Регистрация рождения ребенка производится в органах ЗАГС по месту рождения ребенка, то есть по месту нахождения медицинского учреждения и по месту жительства родителей, либо одного из них. Для регистрации рождения ребенка вам необходимо предоставить паспорта обоих родителей, свидетельство о заключении брака и медицинскую справку о рождении ребенка, выданную компетентным органам иностранного государства с ее легализацией и переводом на один из государственных языков Республики Беларусь. И, конечно же, засвидетельствовано нотариально. При регистрации рождения ребенка по месту жительства родителей или родителя, а не по месту рождения ребенка, местом рождения указывается место жительства родителей. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране. Также вы можете посмотреть эту рубрику еще раз на сайте trkabres.by в разделе программы «Утренняя эспрессо». Всем хорошего дня! В городском поселке Телеханы 3 сентября прошел областной фестиваль тружеников села Дожинки-2022. В ней приняли участие около 80 организаций торговли, общественного питания, промышленных предприятий, а также индивидуальные предприниматели, фермеры и ремесленники Брестской области. Торговые ряды разместились на центральных улицах поселка – Ленина, Воробьева, Комсомольская, Пушкина – и растянулись более чем на 2 километра. Была организована работа более 140 павильонов и палаток, выездных сезонных кафе на 1700 мест. В организации и обслуживании гостей и участников фестиваля задействовано более 500 человек. В течение всего дня работал город мастеров, где можно было приобрести и сувениры, и получить мастер-классы от народных умельцев. После церемонии награждения победителей областного соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, программа продолжилась праздничным концертом. Продолжаем делиться с вами новостями из жизни региона. Сегодня вторник, 6 сентября. Впереди гороскоп. Овны. Если все начинает казаться вам скучным, скорее всего, так оно и есть. Вам нужно понять, что нужно изменить, чтобы жизнь опять заиграла всеми красками. Тельцы. Сегодня позаботьтесь о своем физическом здоровье. Начните день с короткой разминки. Постарайтесь пройти 10 тысяч шагов, а вечером сходите на горячую йогу. Близнецы. Сегодня вам необходимо попробовать новый вид спорта или пойти куда-нибудь вечером. И тогда день точно получится веселый и насыщенный. Раки. Звезды рекомендуют составить сегодня список новых целей или пересмотреть существующие. Записывайте все свои мысли, расставляйте приоритеты в списке, добавляйте новые шаги и меняйте временные рамки. Львы. Сегодня не отказывайте никому в помощи. Даже если вы заняты или не в настроении, скорее всего, тот, кто обратится к вам, нуждается в совете и поддержке, которые можете предложить только вы. Девы. Помните, нет ничего плохого, если вы захотите притормозить или взять выходной. Если можете провести день в постели, то сделайте это. Весы. Если вас что-то раздражает, то включите музыку. Вы будете поражены тем, как это уменьшит стресс и увеличит энергию. Скорпионы. Если вы чувствуете себя вялым, то включите какую-нибудь оптимистичную музыку, либо вашу любимую мелодию, либо радио, и потанцуйте немного или спойте. Стрельцы. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно преодолеть смущение и страх. Не сдавайтесь, и ваши цели будут достигнуты. Козероги. Постарайтесь провести время с друзьями. Если вы совершили ошибку или боитесь, что сделали что-то не так, не ходите с чувством вины. Бодолеи. Сегодня вас может ждать неудача, но помните, что даже самые опытные люди иногда терпят поражение. Так что вы не одиноки. Попробуйте еще раз, и все обязательно наладится. Рыбы. Снимите розовые очки и не обманывайте себя. Если вам что-то не нравится, то попробуйте это изменить. В Бресте в микрорайоне Южный открылись две переоборудованные группы при детском саду номер 9. В церемонии открытия приняли участие председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко и заместитель министра обороны Республики Беларусь Андрей Бурдыко. Далее в нашем сюжете. Детский сад номер 9 при военном общежитии в микрорайоне Южный нуждался в реконструкции, а количество мест для детей в группах необходимо было увеличить. В течение трех месяцев проект удалось реализовать. Нам особо важно, чтобы в этих семьях царил порядок, уют, доброта, уважение и здоровыми росли дети. Чтобы мама по утрам и отец не думали, в какой садик за 20 километров, за 10 километров везти своих деток для того, чтобы они там воспитывались и были родители спокойны, отдавая свой долг родине. Совместными усилиями гражданских и военных строителей и проектировщиков детский сад преобразился. А две новые группы готовы принять дошкалят. Когда тыл военнослужащий прикрыт, когда он обеспечен, когда он выполняет свои задачи, несмотря ни на что назад. Поэтому это большой вклад в обеспечение военной безопасности нашего государства. Спасибо вам, Юрий Вячеславович, спасибо строителям, спасибо руководству города. Новое помещение садика в здании еще польской постройки теперь соответствуют современным стандартам. Например, просторные и светлые комнаты для занятий и отдыха должны понравиться детям и родителям. Конечно, новый садик – это очень приятно и хорошо. Все новые, игрушки новые. Я думаю, мне было бы очень приятно здесь находиться. Было очень приятно, конечно, когда забосятся о военных, тем более в садик. Даже сын сказал, пойдет в сад военный, потому что все группы будут военные у нас. Да? Да, Тема? Мы очень рады, что попали в детский сад, особенно, когда он находится рядом возле дома. Когда есть еще вторая сестричка маленькая, это очень удобно для родителей. Сад новый. Очень хотели сюда попасть, потому что и нам как бы удобно. Ну, в принципе, все супер, все отлично. Почетные гости осмотрели каждый уголок садика, пообщались с детьми и воспитателями. И, конечно, вручили подарки – игрушки и развивающие наборы. Детки, давайте поблагодарим нашим гостям. Отпускайте туда же. Давайте скажем «Вас и да». Военнослужащие пограничного города должны быть обеспечены социальными гарантиями. Такая задача поставлена и успешно реализуется исполнительными властями. Именно этот проект позволит минимизировать ту напряженность, которая есть в обеспечении дошкольными местами именно детей военнослужащих. Людей, которые выполняют сегодня очень сложную армейскую задачу. Вот почему была губернатором поставлена очень жесткая задача. Поверьте, что она требовала максимальной мобилизации в течение трех месяцев. Выйти на проектное решение и выйти уже на окончание строительства. Как отметил Александр Рогачук, большая заслуга в создании комфортных условий для детей принадлежит специалистам строительного треста номер 8. До сегодняшнего дня в Ясляхсаду номер 9 у нас было 4 группы. Сегодня мы приросли еще двумя группами. И если у нас до сегодняшнего момента проектная мощность была 95, то с сегодняшнего дня она уже составляет 135. Вопрос доступности мест в детских садах не теряет актуальности. Число детей растет, город молодеет. Поэтому идет работа над строительством детских садов и школ в растущих районах города. В настоящий момент идет строительство детского сада в микрорайоне Юго-Запад-5, который практически решит задачу обеспеченности детскими дошкольными местами вот в этом районе, в том числе и в Южном. Планируется вот в следующем году, в следующем году на очереди у нас Вулька и лейтенанта Рябцева. А вопрос доступности садов для детей продолжает прорабатываться в совместной работе руководства области, города и представителей Министерства обороны. Телеканал «Беларусь-4 Брест». Программа «Утренние эспрессо» приглашает новых ведущих и корреспондентов. Профильное образование приветствуется, но не обязательно. Возраст от 25 лет. Подать заявку на участие можно, отправив свое сообщение на Вайбер плюс 375-29-821-5555. Ждем вас в нашей команде. И не забывайте то, что вы можете быть не только зрителями, но и создателями программы «Утренние эспрессо». Ваши наблюдения, достижения, новости родного города, полезные советы – всю эту информацию ждем также на наш студийный Вайбер. Далее в эфире «Лунный календарь». Фаза Луны – вторая четверть и Луна растущая. Символ дня – фонтан. Вот, наконец, и наступил день активного отдыха. Силы в организме начинают бить фонтаном. Созидание во всех смыслах – главный девиз и тема этого дня. Излишек энергии постоянно дает о себе знать. Силы нужно направить в доброе и созидательное русло. Контакты с противоположным полом приносят радость и духовное удовлетворение. День совершенно не подходит для споров. Люди, родившиеся в этот день, наделены проворным умом и умелыми руками. Талантливые любят поездки и путешествия. Отрадно, что всем больным, даже безнадежным, в этот день может стать легче. А заболевшему человеку нужно оказать немедленную помощь. Если и соблюдать диету, то не следует голодать. Можно сажать деревья и кусты, заняться обработкой от вредителей, побелкой стволов и сбором фруктов. Рыхлить грунт и делать пересадки в этот день не стоит. Сегодня благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье. Печаль дня окажется кратковременной. Она быстрая и легко забудется. Однако не рекомендуется путешествовать. Вода – источник нашей жизни. Родники же люди воспринимают как чудеса природы. Считается, вода в них обладает целебными свойствами. В Брестской области выявлено более 90 первозданных источников чистой воды. Наибольшее количество находится в Барановичском, Каменецком и Пинском районах. На Барановичской земле сосредоточена треть всех родников Брещены. Необычный ключ бьет близ деревни Ясенец. Уникальный гидрологический объект относится к редкому типу восходящих источников. Несколько десятков бурлящих малых крыниц дали название роднику – кипяток. Источник у деревни Тартаки. Это один из немногих родников области, который хорошо сохранился в естественном состоянии. Почти не изменилась и эта крыница. Она находится в удивительно красивом месте – в деревне Молчать. Даже зимой не замерзает источник в деревне Верхи Каменецкого района. Родниковые воды питают реку Пульва. Течет в Пульву и ручеек из незамерзающего родника в деревне Тумин. За исцелением приходят и к свято-михайловскому природному источнику близ деревни Ставы. С водой неразрывно связана жизнь людей на Полесье. Местечки Дубоя и близ деревни Кавнятин в колодцах, поставленных на месте выхода природных источников, неизменными остаются уровень воды и ее температура. Издавна воду обожествляли, как вечно живой родник. Сегодня многие источники освящены и названы в честь святых. Особое внимание уделяется охране родников. Их оборудуют и проверяют качество воды. Ограничивается хозяйственная деятельность. Некоторые, особенно ценные, объявлены памятниками природы. К тому, что создано природой, необходимо относиться с особой бережливостью. В Бресте с 5 по 9 сентября проводят международный турнир по мини-футболу среди команд таможенных служб, сообщили в Брестской таможне. Брестский турнир уже стал традиционным. В этом году его организуют в 14 раз. На этот раз в городе над Бугом в мини-футбол сыграют команды из трех стран – Беларуси, России и Кыргызстана. Сильнейшего в баталиях определяют среди сборных Государственного таможенного комитета Беларуси, Государственные таможенные службы при Министерстве финансов Кыргызстана, Федеральные таможенные службы Российской Федерации, а также РУП «Белтаможсервис». Все матчи пройдут под сводами Брестского дворца игровых видов спорта «Виктория». Медали будут разыграны 9 сентября. Традиционно для участников соревнований организуют культурную программу с посещением достопримечательностей Брестской области. Познакомят гостей с историей региона. К слову, турнир по мини-футболу среди таможенных служб возобновляется после паузы, вызванной пандемией коронавируса. СтопДиар действует на болезнетворные бактерии, ставшие причиной диареи. СтопДиар говорит сам за себя. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Городскими и районными планами В первой половине этого года на территории области высажено порядка 20 тысяч деревьев, 10 тысяч кустарников, миллионы цветов. Сейчас наступает очередной благоприятный период для высадки данных зеленых насаждений, поэтому как только наступит прохлада, данная работа продолжится. Только в Бресте с начала 2022 года высажено более 7 тысяч деревьев, более 2,5 тысяч кустарников и произведено обустройство газонов на площади 145 тысяч квадратных метров. Хочется отметить, что Минприроды доведен показатель по озеленению городов – это 40%. Город Брест этот показатель выполнил и даже перевыполнил. На сегодняшний день озеленение города Бреста составляет 45,6%. Это очень большой объем. Помимо озеленения в области ведутся активные работы по благоустройству территории. В Бресте в текущем году был сделан акцент в наведении порядка в парке воинов-интернационалистов. В любимом горожанами месте отдыха появились вымощенные пешеходные дорожки, установлены новые скамейки, оборудованы зоной для активного отдыха. Благодаря одной из совместных акций Комитета природных ресурсов с сотрудниками МЧС преобразилась территория и у нового медицинского комплекса в юго-западном микрорайоне города. Также ведется активная работа по вовлечению молодежи в акции по наведению порядка. Высаживались и деревья, и кустарники, устраивались детские площадки. Проведена совместная работа, совместно и БРСМ участвует, приглашаем гимназии, школы. Эти акции проводятся неоднократно. Идет посадка леса, тоже участвуем. По уборке леса участвуем, по уборке прибрежной полосы. Привлекаем и туда же молодых людей, потому что именно нужно им передавать всю эту заботу и о природе, и о чистоте нашего края. Безусловно, планомерная работа по наведению порядка будет продолжаться специальными службами, но и каждый из нас может внести свою толику. Лучники Белоруссии и Российской Федерации собрались в Бресте. Поводом послужил международный турнир по стрельбе из лука на призы летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Петра Климука. Торжественное открытие прошло на площади церемониалов Брестской крепости. В нем приняли участие руководство области, города и другие почетные гости. Международный турнир по стрельбе проводится в Бресте с 1980 года. В этом году он проходит в 42-й раз. Продлится в течение пяти дней. В нем принимают участие команды из Белоруссии и Российской Федерации в количестве 170 человек. Напоминаю, сегодня вторник, 6 сентября, и мы продолжаем знакомить вас с интересными событиями из жизни региона, страны и мира. Сегодня 6 сентября, и вот какими событиями ознаменован день сегодняшний. В 1936-й было учреждено почетное звание Народный артист СССР для лиц, особо отличившихся в деле развития Советского театра, музыки и кино. Позже появились народные учителя, художники и архитекторы. Первыми его удостоились основатели и ведущие актеры Московского художественного театра. В 1946-й в Минске родился Вячеслав Селеменев, историк-архивист, кандидат исторических наук. Был директором Национального архива Беларуси. Один из авторов книги «Национальный архив Республики Беларусь», лауреат Государственной премии. В 1954-й в Минске был открыт Белорусский институт механизации сельского хозяйства. Его создание стало задачей государственной важности, так как в послевоенное время сельскохозяйственные предприятия практически не имели специалистов с высшим образованием. В 1991-й был образован биологический заказник «Споровский». Он расположен на территории Березовского, Дрогичинского, Ивановского и Вацевичского районов. Представляет собой крупнейший массив низинных болот Полесья, который является уникальным по площади и естественной сохранности. 2002-й год. Участники Объединительного съезда Белорусского союза молодежи и Белорусского патриотического союза молодежи решили создать единую организацию. Ее целью является создание условий для всестороннего развития молодежи, содействия развитию в стране гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях. Новый интерактивный конкурс проводим в программе «Утренние эспрессо». Оригинальный завтрак, а точнее его фото, может принести вам подарок от любимой утренней программы. Что нужно сделать? На наш студийный вайбер 821 55 55 отправляйте фото вашего завтрака, дополняйте сообщения рецептом, пожеланиям отличного настроения, рассказывайте, что дарит вам дополнительную улыбку утром буднего дня и, собственно, ждите пятницы. Ваши фото и комментарии мы покажем в эфире, а автору самого интересного варианта каждую пятницу будем дарить подарки. Не упустите такой возможности, делитесь идеями со всей Брестской областью. Мой полноценный завтрак. В балансе белки, жиры и углеводы. Отварной говяжий язык, малосольные огурчики, маслинки, рисовая лапша, семена чиа. Полноценный завтрак – это заряд энергии на весь день. Завтракайте так, чтобы не пришлось перекусывать до обеда. И обязательно в течение дня выпивайте свою норму воды. Спасибо за отличный совет. Рисовая лапша, кстати, очень полезный продукт. В 100 граммах содержится всего 0,6-0,8 миллиграмм жиров. Положительно влияет на уровень холестерина. Его особенно важно поддерживать пожилым людям для здоровья сердца и сосудов. Продукт очень питателен, так как на 75% состоит из крахмала. Химический состав включает в себя витамины В1, В2, В3, В6, В9, витамин Е, железо, марганец, медь, кальций, калий, фосфор, цинк и аминокислоты. Так как клетчатки почти нет, организм легко усваивает блюда с лапшой. Особенностью продукта является наличие в составе аминокислот, которые способствуют созданию новых клеток организма. Так что приятного аппетита всем, кто завтракает в нашей компании. И не забывайте делиться полезными советами. Наш студийный вайбер 821-55-55. Вы научитесь вытаскивать людей из того света, останавливать кровотечение, зашивать внутренности. Зубы выпадают. Типичный случай истерии. И? Штука в животе. Дайте это папе. Это стоит миллион долларов. Успокойтесь. Драматический сериал «Травма». Смотрите по будням в 15.55 на «Беларусь-4 Брест». Доверьтесь нам. Каждый вторник рассказываем о людях, которые делают мир вокруг себя красивее. Стать героем рубрики «А у нас во дворе» может каждый. Для этого просто отправьте свое сообщение на наш студийный вайбер 821-55-55. Расскажите о людях, которые делают ваш двор уютнее. Если накопились проблемные вопросы, решить которые самостоятельно не получается, тоже пишите. Разберемся в ситуации вместе. Сегодня же в нашем эфире положительный пример, когда желание сделать мир вокруг себя красивее вдохновляет окружающих. В пригороде Бреста, в небольшой деревне Братылова, расположился зеленый оазис семьи Сычев. Двор и прилегающая территория утопают в зелени вечно зеленых кустарников и деревьев. Благоустройством Татьяна Леонидовна занялась давно. Модный ландшафтный дизайн впечатляет. Все высаживала самостоятельно. Хотя к своей работе хозяйка двора достаточно придирчива. Ну, журналы смотрела, конечно, но в основном своя интуиция, как бы сказать, как мне нравилось. Оно мне не все нравится, далеко не все нравится, но как получается, короче. Татьяна Леонидовна уже и сама запуталась в разновидностях всех растений, которые посадила. Все выбиралось на глаз, по внешнему виду. Некоторые из кустарников оказались достаточно прихотливы в уходе, но хозяйка и с этим справляется. И так-то особо их много, они одинаковые, как бы больше. Ну, есть, есть разные, но какие я не скажу вам, потому что не знаю. Они покупались по внешнему виду, покупались и потом рассаживались. Подкармливать каждую весну надо, брызгать от вредителей, болезней надо постоянно. И это поливать иногда. Главным украшением и гордостью приусадебного участка является огромная пихта, которая растет тут уже 23 год. Татьяна Леонидовна и сама не верила, что маленький саженец превратится в такое роскошное дерево. Это наше любимое дерево пихта, выросло. Мужу подарили на 40 лет, ему было 40 лет, сейчас уже 63 года, вот считайте, сколько ей лет. Вот. Я люблю, мне она нравится, самое мое любимое дерево, которое есть. Эти туи, как бы они почти в каждом дворе, в каждом этом, а пихты вот такие вот большие, они не у всех есть. Как поделилась Татьяна Леонидовна, вся эта красота на территории двора делалась для себя, для детей и внуков. Но и соседи, и односельчане всегда с удовольствием приходят к ним в гости. А администрация Чернинского сельсовета ставит этот двор в пример. Приходят, посмотрят, полюбуются. У нас же деревня тут, это не то, что здесь крутые какие-то люди живут, обычные люди живут. Ну, это одно из наших лучших подворий в нашей этой деревне, это другая деревня, наша деревня Братылова. И, как видите, это новые застройки, у нас уже пошли новые жители и новые благоустройства, какое красивое, все зелененькое у них. Сколько видно разновидностей туль здесь посажено. Хозяева очень заботливые, стараются поддерживать порядок и показывают пример всей деревни. Мы за них очень рады и благодарны, что у нас такие появляются жители. Как казалось бы, на этом дворе и так все идеально и красиво. Но у хозяйки еще есть задумки, как еще больше преобразить территорию. Ну, единственное только, что с цветами что-нибудь менять. А так с туями, куда их уже не пересадишь. Это проблематично. Двор семьи Сычек в деревне Братылова подтверждение тому, что не место красит человека, а человек место. Было бы желание, а возможность сделать мир вокруг себя лучше всегда можно найти. С целью обеспечения безопасности юных пешеходов и в рамках специального комплексного мероприятия внимания детям ежедневно организовано проведение дежурств сотрудников МОП вблизи нерегулируемых пешеходных переходов в утренние часы пикового движения учащихся с 7 до 9 часов. Милиционеры помогают детям безопасно пересекать проезжую часть, напоминают правила безопасного поведения на дороге и контролируют перевозку несовершеннолетних пассажиров. В рамках мероприятия инспекторы провели профилактические беседы с водителями, акцентируя внимание на недопустимости нарушений ПДД, внимательном и осторожном управлении транспортным средством в дворовых территориях, вблизи школ и детских садов. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма до 8 сентября в учреждениях общего среднего образования проходит неделя знаний правил дорожного движения, в рамках которой инспекторы ГАИ посещают учреждения образования и напоминают детям о важности соблюдения правил дорожного движения. Осень взяла образды правления в свои руки. Подробный прогноз погоды для Брестского региона далее в нашей программе. СтопДиар действует на болезнетворные бактерии, ставшие причиной диареи. СтопДиар говорит сам за себя. Субтитры создавал DimaTorzok Почему зарплата в конверте себе дороже? И как быть, если работодатель настаивает на серой или черной схеме? Об этом мы не только поговорим с представителями экономического суда и налоговой инспекции в прямом эфире Prime Time 6 сентября в 19.35 на Беларусь-4 Брест. Не пропустите! Смех помогает легче переносить боль. Это было доказано в ходе экспериментов, в которых участники просматривали разные видеозаписи, в то время как на их кожу воздействовали давлением или экстремальным холодом. Те, кому предлагали к просмотру смешные видео, переносили болезненное воздействие легче, чем те, кто смотрел ролики нейтральные или вызывающие негативные эмоции. По мнению исследователей, дело в эндорфинах – гормонах счастья, выброс которых происходит во время того, как человек смеется или улыбается. Эндорфины способны повышать устойчивость к боли. Предлагаю прямо сейчас посмеяться вместе. Субтитры подогнал «Симон» Что, сына? Осознала? О, киски говорят. Да нет. Кремовая маска для лица – дополнительный продукт ухода. По сути, это тот же крем, который мы используем для ежедневного увлажнения и питания, но более концентрированный. Продукт наносится на время и требует удаления его с кожи. Это необходимо для того, чтобы кожа лица не пострадала от переизбытка элементов, которые находятся в составе. Можно использовать в качестве периодического элемента заботы о себе или как разовый бонус. В случаях, когда кожа побывала в экстремальных, трудных условиях, на морозе в ветреный день или под палящими и сушивающими лучами солнца, лицо требует внимания и заботы. Более подробно узнаем из нашей постоянной рубрики «Красивое утро». Здравствуйте! Меня зовут Алина Корнелюк. Я косметик 5-го разряда. И сегодня мы поговорим о важной теме – кремовые маски. Кремовые маски бывают разных типов. И сейчас я буду готовить нашу модель к нанесению и подробно рассказывать про них. Первым этапом всегда при кремовых масках мы делаем очищение. Очищение происходит с помощью водички и очищающих средств. Мы с вами возьмем гель. Он с лактобионовой кислотой. Она нам будет увлажнять нашу кожу и очищать хорошо. Следующим этапом обязательно делаем энзимный пилинг. Он нам будет очищать роговевшие чешуйки кожи, разрывая наши связи между ними. При этом все остальные препараты еще глубже проникнут и сделают свой эффект. Наш энзимный пилинг представлен в виде геля. Хорошо втираем, в течение 15 минут разносим. И энзимы работают на коже. Любой энзим, который бы вы ни возьмете, или с профессиональной косметики, либо с масс-маркета, будет работать тепло плюс вода. Так раскрываются энзимы и оказывают свое активное воздействие. Сейчас я оставлю немного энзимный пилинг и расскажу вам подробно про кремовые маски. Кремовые маски в своем составе имеют основу какую-то и активные ингредиенты, активные компоненты. На что влияют наши активные компоненты? Что они могут делать? Маски от этого могут быть улажняющие, адсорбирующие, регенерирующие, противовоспалительные. То есть достаточно много оказывать воздействия на нашу кожу. И действительно кремовая маска это маст хэв. Ее можно использовать как и дома, так и мы активно используем в своей работе в кабинете косметологов. Сейчас я начинаю смывать наш энзимный пилинг. И мы обязательно с вами будем использовать тоник или лосьон в зависимости от типа кожи. Для чего он используется? Для того, чтобы нормализовать пиаш нашей кожи и убрать соль жесткости. Сегодня мы используем маску Акне Аут. Она будет оказывать противовоспалительное действие, адсорбирующие, то есть забирать с себя наше кожное сало, а также будет выравнивать тон лица. Почему я выбрала именно эту маску кремовую? Так как у нас есть немного высыпания. Сейчас все-таки уже жарко и хочется немножко забрать кожное сало на себя, чтобы это поработала наша маска. Итак, начинаем наносить. Нашу кремовую маску мы можем наносить либо кистью, либо руками. С точки зрения эстетики сегодня мы, конечно, будем наносить кистью в домашних условиях. И сейчас достаточно часто в профессиональных кабинетах мы используем нанесение руками. Итак, начинаем с вами от центра и выводим к периферии. Достаточно плотно стараемся нанести. Эту маску мы не наносим близко к глазам. В зависимости от производителя, уже тоже будете читать в инструкции, можно маски и ближе наносить. Но эту именно мы не наносим. Не забывайте про подбородов. Сейчас мы будем выдерживать время экспозиции. Здесь мы ее выдерживаем 10-15 минут. Также время экспозиции, в зависимости от производителя, может быть увеличено или уменьшено. Кремовая маска у нас выполняется 1-2 раза в неделю. В зависимости уже от эффекта, который мы хотим. Итак, время экспозиции нашей маски вышло. И сейчас будет интересный момент. Обратите внимание, как она подсохла, интересно. Улыбнитесь, модель наша. То есть видите, как прям тянет всю кожу. И сейчас, для того, чтобы комфортно было смывать эту маску, мы немножко ее сэмульгируем. Берем водичку на ручки. И добавляем в нашу маску. Видите? Она опять превращается в такую консистенцию. Удобную, комфортную для смывания. Также можно приложить салфеточки мокрые. Обязательно это делайте. То есть если вы используете глиняные маски, для того, чтобы комфортно было для кожи не тянуть ее. Сэмульгировали, либо приложили влажные салфеточки. И тогда уже смываем. После того, как я смыла маску, сейчас я буду обязательно использовать тоник. И завершающие крема. Крем я также возьму для жирной комбинированной кожи. Для того, чтобы поддержать эффект нашей кремовой маски. Кремовая маска – это та процедура, после которой вы получите сразу красивую и сияющую кожу. С вами была Алина Корнелюк. Берегите себя красивой и здоровой вам кожи. С 9 по 16 сентября в Бресте пройдет международный театральный фестиваль «Белая Вежа». Откроет программу приуроченной Году исторической памяти спектакль «Не покидай меня» Брестского академического театра драмы. Организаторы отметили, что программа очередного театрального фестиваля будет не менее яркой и насыщенной. Путем профессионального отбора экспертный совет сформировал репертуарную афишу театрального форума. В нем будут участвовать драматические, музыкальные, уличные театры и театры кукол из 9 стран мира. Греция, Армения, Болгария, Дания, Киргизия, Польша, Россия, Узбекистана и, безусловно, Белоруссия. В программе 28 спектаклей от 24 театральных коллективов. Показ их состоится на семи языках. Постановки пройдут на пяти площадках города. В Большом и Малом залах театра драмы, в Театре кукол, Армейском клубе Брестской крепости и даже на площади Ленина покажут уличный спектакль. Закроют фестиваль 16 сентября постановкой Республиканского театра белорусской драматургии «Под шубки» в Большом зале театра драмы. Бывают ситуации, в которых может оказаться каждый. Это такие ситуации, когда... Ну, когда... Нет времени объяснять! СтопДиар действует на болезнетворные бактерии, ставшие причиной диареи. СтопДиар говорит сам за себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Получить правовую консультацию, не выходя из дома, теперь можно благодаря программе «Утренний эспрессо». Свой вопрос формулируйте и отправляйте на наш студийный вайбер 821-55-55. Каждый вторник и четверг на вопросы зрителей в эфире будут отвечать эксперты нашей рубрики «Правовая консультация». Найти выход из сложной житейской ситуации помогут компетентные специалисты, которые ответят на вопросы и предложат правовой алгоритм решения проблемы. Я живу в Бресте. Будучи на отдыхе с супругом, в другой стране родила ребенка. Могу ли я зарегистрировать его в Беларуси и какие документы для этого нужны? Регистрация рождения ребенка производится в органах ЗАГС по месту рождения ребенка, то есть по месту нахождения медицинского учреждения и по месту жительства родителей, либо одного из них. Для регистрации рождения ребенка вам необходимо предоставить паспорта обоих родителей, свидетельство о заключении брака и медицинскую справку о рождении ребенка, выданную компетентным органам иностранного государства с ее легализацией и переводом на один из государственных языков Республики Беларусь. И, конечно же, засвидетельствовано нотариально. При регистрации рождения ребенка по месту жительства родителей или родителя, а не по месту рождения ребенка, местом рождения указывается место жительства родителей. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране. Также вы можете посмотреть эту рубрику еще раз на сайте trkbrest.by в разделе программы «Утренняя эспрессо». Всем хорошего дня! С 7 сентября по 2 октября 2022 года в Минске пройдет выставка продажа работ молодых художников Беларуси «Осенний салон». Восьмой год подряд молодые авторы представляют произведения, созданные в различных видах изобразительного искусства за последние три года. Живопись, графику, фотографию, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, инсталляцию и видео-арт. На выставке будет представлено более 430 работ художников из Минска, Бреста, Гомеля, Жлобина, Новополоцка, Полоцка, Бобруйска, Мозыря и других городов Беларуси. Всего в проекте принимают участие 246 авторов в возрасте от 18 до 40 лет, чьи произведения отобраны профессиональным жюри из работ 789 претендентов. В рамках проекта будет представлена насыщенная культурная программа, лекции, экскурсии и мастер-классы, а также «Ночь осеннего салона» – мероприятие, которое соединит музыку, образовательные проекты, встречи с художниками и уличную еду. А мы продолжаем наш эфир. Впереди вас ждет «Гороскоп» на сегодня. Овны. Если все начинает казаться вам скучным, скорее всего, так оно и есть. Вам нужно понять, что нужно изменить, чтобы жизнь опять заиграла всеми красками. Тельцы. Сегодня позаботьтесь о своем физическом здоровье. Начните день с короткой разминки. Постарайтесь пройти 10 тысяч шагов, а вечером сходите на горячую йогу. Близнецы. Сегодня вам необходимо попробовать новый вид спорта или пойти куда-нибудь вечером. И тогда день точно получится веселый и насыщенный. Раки. Звезды рекомендуют составить сегодня список новых целей или пересмотреть существующие. Записывайте все свои мысли, расставляйте приоритеты в списке, добавляйте новые шаги и меняйте временные рамки. Львы. Сегодня не отказывайте никому в помощи, даже если вы заняты или не в настроении. Скорее всего, тот, кто обратится к вам, нуждается в совете и поддержке, которые можете предложить только вы. Девы. Помните, нет ничего плохого, если вы захотите притормозить или взять выходной. Если можете провести день в постели, то сделайте это. Весы. Если вас что-то раздражает, то включите музыку. Вы будете поражены тем, как это уменьшит стресс и увеличит энергию. Скорпионы. Если вы чувствуете себя вялым, то включите какую-нибудь оптимистичную музыку. Либо вашу любимую мелодию, либо радио. И потанцуйте немного или спойте. Стрельцы. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно преодолеть смущение и страх. Не сдавайтесь, и ваши цели будут достигнуты. Козероги. Постарайтесь провести время с друзьями. Если вы совершили ошибку или боитесь, что сделали что-то не так, не ходите с чувством вины. Бодолеи. Сегодня вас может ждать неудача. Но помните, что даже самые опытные люди иногда терпят поражение. Так что вы не одиноки. Попробуйте еще раз, и все обязательно наладится. Рыбы. Снимите розовые очки и не обманывайте себя. Если вам что-то не нравится, то попробуйте это изменить. В Бресте, в микрорайоне Южный, открылись две переоборудованные группы при детском саду номер 9. В церемонии открытия приняли участие председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко и заместитель министра обороны Республики Беларусь Андрей Бурдыко. Далее в нашем сюжете. Детский сад номер 9 при военном общежитии в микрорайоне Южный нуждался в реконструкции, а количество мест для детей в группах необходимо было увеличить. В течение трех месяцев проект удалось реализовать. Нам особо важно, чтобы в этих семьях царил порядок, уют, доброта, уважение и здоровыми росли дети. Чтобы мама по утрам и отец не думали, в какой садик за 20 километров, за 10 километров везти своих деток, для того, чтобы они там воспитывались и были родители спокойны, отдавая свой долг родине. Совместными усилиями гражданских и военных строителей и проектировщиков детский сад преобразился. А две новые группы готовы принять дошкалят. Когда тыл военнослужащий прикрыт, когда он обеспечен, когда он выполняет свои задачи, несмотря ни на что назад. Поэтому это большой вклад в обеспечение военной безопасности нашего государства. Спасибо вам, Юрий Витальевич, спасибо строителям, спасибо руководству города. Новое помещение садика в здании еще польской постройки теперь соответствуют современным стандартам. Например, просторные и светлые комнаты для занятий и отдыха должны понравиться детям и родителям. Конечно, новый садик – это очень приятно и хорошо. Все новые, игрушки новые. Я думаю, мне было бы очень приятно здесь находиться. Было бы очень приятно, конечно, когда забосятся военных, тем более в садик. Даже сын сказал, пойдет в сад военный, потому что все группы будут военные у нас. Да? Да, Тёма? Мы очень рады, что попали в детский сад, особенно когда он находится рядом возле дома. Когда есть еще вторая сестричка маленькая, это очень удобно для родителей. Сад новый. Очень хотели сюда попасть, потому что и нам как бы удобно. Ну, в принципе, все супер, все отлично. Почетные гости осмотрели каждый уголок садика, пообщались с детьми и воспитателями. И, конечно, вручили подарки – игрушки и развивающие наборы. Детки, давайте поблагодарим нашим гостям. Отпускайте туда. Давайте скажем «Вас и да!» Военнослужащие пограничного города должны быть обеспечены социальными гарантиями. Такая задача поставлена и успешно реализуется исполнительными властями. Именно этот проект позволит минимизировать ту напряженность, которая есть в обеспечении дошкольными местами именно детей военнослужащих, людей, которые выполняют сегодня очень сложную армейскую задачу. Вот почему была губернатором поставлена очень жесткая задача. Поверьте, что она требовала максимальной мобилизации в течение трех месяцев выйти на проектное решение и выйти уже на окончание строительства. Как отметил Александр Рогачук, большая заслуга в создании комфортных условий для детей принадлежит специалистам строительного треста номер 8. «До сегодняшнего дня в Ясляхсаду номер 9 у нас было 4 группы. Сегодня мы приросли еще двумя группами. И если у нас до сегодняшнего момента проектная мощность была 95, то с сегодняшнего дня она уже составляет 135». Вопрос доступности мест в детских садах не теряет актуальности. Число детей растет, город молодеет. Поэтому идет работа над строительством детских садов и школ в растущих районах города. «В настоящий момент идет строительство детского сада в микрорайоне Юго-Запад-5, который практически решит задачу обеспеченности детскими дошкольными местами вот в этом районе, в том числе и в Южном. Планируется вот в следующем году, в следующем году на очереди у нас Вулька и лейтенанта Репцева». А вопрос доступности садов для детей продолжает прорабатываться в совместной работе руководства области, города и представителей Министерства обороны. Что делать, если не пришло извещение об уплате транспортного налога? И почему нельзя это откладывать? Напоминаем, что в этом году идет доплата транспортного налога за 2021 год. В прошлом году люди платили 29 рублей за каждое транспортное средство. Сейчас же налоговые органы на основании сведений ГАИ пересчитали годовую сумму налога. Если платеж не пришел по месту жительства, то человек, зная учетный номер, может зайти в ЕРИП и проверить, начислен ли налог. Если же плательщик не знает учетного номера, на сайте налоговых органов можно его узнать. При вводе фамилии, имени, отчества и номера паспорта высвечивается учетный номер физлица. Почему лучше не тянуть? В случае неисполнения или исполнения налогового обязательства в более поздние сроки по сравнению с установленными законодательством, за каждый календарный день просрочки начисляется пеня. Кроме того, неуплата налога влечет административную ответственность. Если причина неуплаты, которая превысила базовую величину, стала неосторожность, штраф составит 15% от неуплаченной суммы, но не менее 0,5% базовой. Немножко отдохнем от информационного завтрака. Предлагаю позаниматься йогой с нашим инструктором. Доброе утро, меня зовут Ольга. Я сегодня покажу вам суставные мобилизации, которые позволят вашему телу проснуться, максимально включиться в работу, сделать ваши суставы более подвижными. Я показываю несколько упражнений, вы можете повторять то количество кругов, которое вам необходимо. Давайте начинать. Переходим в положение на четвереньки. Ладони ставим под плечи, колени под тазобедренные суставы. Ширина ваших тазобедренных суставов это где-то два ваших кулачка. Уведите таз назад, вытянитесь за руками вперед, потянитесь за макушкой вперед. Сделайте вдох с выдохом, волной. Круглой спиной накатились на ладони и оттолкнули себя такой же круглой спиной и ушли назад. Я сделаю еще два раза. Выдох. Круглая спина, максимально круглая. Назад вдох и еще разок вдох, выдох и вдох. Подвернули стопы в пол и мы присгибаем руки в локтях, как будто под перекладину проползли. Вдох и выдох. Оттолкнулись круглую спину, вели назад. Еще два раза покажу. Вдох, выдох, вдох и выдох. Меняем направление движения. Сделайте вдох и с выдохом накатились в планку на коленях. Присягнули руки в локтях и на вдохе таз назад. Я еще два раза показываю. Выдох и вдох, выдох и вдох. Отлично. Меняем положение. Вы можете оставаться так же. Просто выводим с вами левую ногу в сторону. Ваша нога на уровне коленей, руки под плечами стоят. Правая рука остается на полу. На вдохе потянулись, хорошенечко раскрыли грудной отдел. С выдохом присягнули опорную руку и вашей левой рукой потянулись вдаль. Еще два раза вдох и выдох. Еще раз вдох, выдох. Хорошо, отлично. Меняем стороны. Выводим правую ногу в сторону, левая рука остается под плечом. Вдох, раскрылись, выдох, присгибая опорную, потянулись, скрутились. Вдох, выдох. И еще раз вдох, потянулись, потянулись, хорошо раскрылись. Выдох, присогнули опорную руку. Вы можете делать то количество кругов и то количество повторений, которое вам нужно, чтобы вы почувствовали, что ваш позвоночник стал теплым, подвижным, мягким. И желаю всем бодрого и хорошего дня. Брест, привет! Всем классного дня, хорошего настроения, улыбок, веселья. Доброе утро, Брест! Брест, доброе утро! Я люблю свой город и всем брещанам желаю доброго утра, здоровья! Ива Цевич, доброе утро! Всем хорошего дня! Доброе утро, Брест! Всем хорошего настроения! Всем приятного утра, хорошего настроения, даже несмотря ни на что! Город Кобрин, доброе утро! Всем желаю хорошего дня! Брест, доброе утро! Всем хорошего дня! Земля любит хозяйский подход, а чистота вокруг зависит от каждого из нас. Ежегодно, благодаря слаженной работе всех служб, на территории Брестской области проводится значительная работа по благоустройству и наведению порядка на земле, озеленению и благоустройству. Чистота и уют областного центра сегодня норма для горожан. Убранные улицы, цветочные композиции, сменяемые в зависимости от сезона, ежегодное прибавление молодых деревьев в практически каждом уголке нашего города, кажется нам само собой разумеющимся. Тем не менее, за каждым новым растением, благоустроенной детской площадкой или сквером, стоит плановая работа многих служб. Ведь наведение порядка на земле было и остается одной из приоритетных задач. В 2022 году, как и ранее, работы по благоустройству на территории Брестской области проводятся в соответствии с республиканскими, областными, городскими и районными планами. В первой половине этого года на территории области высажено порядка 20 тысяч деревьев, 10 тысяч кустарников, миллионы цветов. Сейчас наступает очередной благоприятный период для высадки данных зеленых насаждений, поэтому как только наступит прохлада, данная работа продолжится. Только в 200 с начала 2022 года высажено более 7 тысяч деревьев, более 2,5 тысяч кустарников и произведено обустройство газонов на площади 145 тысяч квадратных метров. Хочется отметить, что Минприроды доведен показатель по озеленению городов – это 40%. Город Брест этот показатель выполнил и даже перевыполнил. На сегодняшний день озеленение города Бреста составляет 45,6%. Это очень большой объем. Помимо озеленения в области ведутся активные работы по благоустройству территории. В Бресте в текущем году был сделан акцент в наведении порядка в парке воинов-интернационалистов. В любимом горожанами месте отдыха появились вымощенные пешеходные дорожки, установлены новые скамейки, оборудованы зоной для активного отдыха. Благодаря одной из совместных акций Комитета природных ресурсов с сотрудниками МЧС преобразилась территория и у нового медицинского комплекса в юго-западном микрорайоне города. Также ведется активная работа по вовлечению молодежи в акции по наведению порядка. Высаживались и деревья, и кустарники, устраивались детские площадки. Проведена совместная работа, совместно и БРСМ участвует, приглашаем гимназии, школы. И эти акции проводятся неоднократно. Идет посадка леса, тоже участвуем. По уборке леса участвуем, по уборке прибрежной полосы. Привлекаем и туда же молодых людей, потому что именно нужно им передавать всю эту заботу и о природе, и о чистоте нашего края. Безусловно, планомерная работа по наведению порядка будет продолжаться специальными службами. Но и каждый из нас может внести свою толику. Студия флористики «Жордан» – постоянный и многолетний партнер программы «Утренние эспрессо». Самые популярные тренды во флористике – всегда свежие и с особой любовью подобранные цветы для особых случаев. Студия флористики «Жордан» – дополнительный источник нашего вдохновения каждое утро буднего дня. Бывают ситуации, в которых может оказаться каждый. Это такие ситуации, когда… Но когда… Нет времени объяснять! СтопДиар действует на болезнетворные бактерии, ставшие причиной диареи. СтопДиар говорит сам за себя. СтопДиар «Жордан» 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова